Организаторы проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» выступили с инициативой проведения масштабной акции, приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Решение это одобрено Президиумом Генерального Совета партии. Помимо Всероссийского исторического диктанта, в рамках акции в крае пройдут еще ряд событий. Диктант – это центральное событие, вокруг которого масса интересных, нужных, важных, полезных патриотических событий будет. Я не буду причитлять все, но тематические классные часы, прошу взять под контроль и поучаствовать. Это викторины, это газеты, это пост номер один, это встречи с ветеранами, обязательно обновить звезды на домах ветеранов. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Николай Гриценко отметил, что о героях Великой Отечественной войны, о поколении победителей мы должны помнить всегда, без привязки к очередной дате или годовщине. Современная молодежь должна знать о подвиге, который совершили ради будущего их деды и прадеды. Мы понимаем, что диктант победы – это та тема, которую мы должны постоянно поддерживать, для того, чтобы, во-первых, противостоять попыткам фальсифицировать итоги и уроки Второй мировой войны, принизить роль нашего солдата в достижении всемирно-исторической победы и испортить понимание у молодого поколения того, что за победу заплачена огромная цена. Члены Оргкомитета приняли решение провести диктант победы во всех муниципалитетах Краснодарского края. Проверить свои знания сможет любой желающий, придя 7 мая на организованные площадки. В заключение конференции однопартийцы посетили мемориал на Малой земле, возложили цветы и почтили память погибших моряков и солдат, которые в годы Великой Отечественной войны 225 дней и ночей держали оборону города-героя Новороссийска. Руслан Душевский, Анапа, Регион.